Небольшое, красивое, уютное лесное озеро неподалеку от села Тунгор. Красивая природа и чистая вода. Это, очевидно, и манит сюда многочисленных отдыхающих. Жаркое лето провоцирует жажду, заливают которую многочисленными пенными напитками. Все разнообразие которых увидели волонтеры, приехавшие на субботник. Поступила информация, что это очень грязное место. Мы выехали с отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации для проверки на возможность и рациональность проведения мероприятий именно здесь. Как вы видите, действительно очень грязно. Подобные субботники в местах массового отдыха ахинцев проходят все лето, несмотря на то, что администрация не обязана убирать те территории, которые не принадлежат муниципалитету и никак не регламентированы. Но забота о чистоте выше формальностей. Это наш очередной субботник, который проводится в рамках всероссийского субботника. Данное место было выбрано по предоставленной информации гражданами, что есть такой пряж, который, к сожалению, остался без внимания. Приехали сюда, проверили, действительно есть мусор, который стоило бы убрать и организовали вот такой субботник. За весь летний период текущего года нами было убрано достаточное количество мусора и в рамках субботников, и в рамках ликвидации несанкционированных свалок. Соответственно, работа продолжается и будет продолжена в следующем году. В очередном субботнике приняли участие работники администрации, коммунальщики, члены партии «Единая Россия». Технику предоставило предприятие АХА «Автотранс». Взяли с собой десятки мешков, но вскоре поняли, что просчитались. С одной только огромной ямы рядом с пляжем выгребли несколько сотен бутылок. Удивляет одно, ведь все эти бутылки привозят сюда в пакетах, что мешает потом их в пакеты сложить и вывезти. На этот раз лесное озеро возле Тунгора удалось сделать немного чище. Остается надеяться, что отдыхающие будут уважать, если не труд волонтеров, то как минимум самих себя. Ведь каждый, кто оставит мусор в лесу, может с полным правом хрюкнуть. Не хочется быть свиньей? Убирайте за собой.